Сельские истории В самом начале деревни Шахматова установлен огромный аншлаг, на котором, как привет из далекого советского прошлого, красуется надпись «Межхозяйственное предприятие по заготовке кормов». В надежде увидеть это предприятие я направилась в конец деревни. Ухоженные дворы, резные окошки, цветы в каждом полисадничке и там же непременно аист. Пусть и искусственный, зато у каждого в Шахматово он свой. Пока гуляла по деревне, рассматривая окрестности, поймала себя на мысли, что во всем этом великолепии не хватает главного. Нет людей. На домах замки, а от предприятия тоже мало что осталось. Одни стены. Сельские истории За моим перемещением по деревне пристально следили местные собаки. Провожали и встречали неизменным лайм. На этот лай среагировала хозяйка одной из собак и вышла ко мне на дорогу. Представилась женщина Светланой. На мой вопрос, почему деревня называется Шахматова, ответила, не задумываясь. Раньше Пушкин приезжал сюда в шахматы играть. А с кем он тут в шахматы играл? А почему именно здесь? Не знаю. Вот именно здесь же было дворянское поместье у нас. Вот тут Лепняк назывался, Лепняком. Были дворянские и жили какие-то вот барины. Это я знаю просто от бабушек, от дедушек. Вот. И Пушкин приезжал в шахматы сюда играть, поэтому назвали шахматы. А сейчас какую-нибудь живность держат? Одна я держу. Нет, тетя Шура Ефремова держит корову вот там на краю. Я держу поросят, овец. Больше в деревне ни у кого. Курутки. Никто ничего не держит. А работают где местные? Колхоз. Вот Валя соседка у нас работает, Мишка Иванова работает. А тут в основном пенсионеры. У меня Сергей работает в райпо, в Беженицах. А тут все пенсионеры. Здесь нет больше никого работы. Молодежи вообще нет? Детей тоже нет? Нет, нет, нет. Сельские истории. Пока мы со Светланой общались, у нас под ногами образовалась целая стая птиц и кошачьих питомцев. Все они крякали, мяукали, кукарекали и гоготали. Вот мои утки приходят на придурок, вот они бегают. Утки? Я больше гусей боюсь, которые, видимо, тоже воинственно настроены. Это вот тетя Нина, их два гуся, две светки Иванова гуся, вот по два гуся у них. Мои утки вот туда побежали. Кура у меня тоже нет, лиса все съела. Это вообще все съела. С четырнадцати уток оставилось у меня четыре. С тринадцати кур я последнего петуха продала. А что, лисы тут такие шустрые наглые? Лисы все, это вообще в наглую. Вот, вот у тети Нины было четыре, у Светки было шесть. Я смотрю, без пятнадцати семь. Идет лиса. И сразу же несет вот эту высоко. Ну, вот что вы сделаете. У меня два года назад собаки дикие. Шесть овец положили в поле. Откуда тут дикие собаки-то? Вот, раньше была эта самая свиноферма у нас вот здесь вот, ну, три километра, наверное, отсюда. Была свиноферма, Ковкин такой держал, вот эта самая. Ну, и они вот и прикормили, они диких собак. Они там все размножаются. И потом, а я не сплю, думаю, дай пораньше я овец выведу. Я просто что вывел овец в поле. И они мне положили, семь штук. Долг, мы успели пререзать, пять они волокли. А как вы тут зимой живете тогда, возникает вопрос? Нормально. Нормально. Вот волки тут, вот тут собаку унесли, там собаку унесли. Волки собаку носят? Да. Страшно в деревню выйти просто. Это просто ужастики какие-то. А местных охотников нет, которые будут помогать? Нельзя сейчас в деревню отстреливать. За деревней 150 метров. Я говорю, когда мы раньше жили, и у каждого было ружье, и каждый мог стрелять. Соба вот эти вот, ястры бы летают просто, они просто куру носят. Раньше каждый мог стрелять и что-то. Теперь нельзя, тебе запрещено в деревню выстрелить. Вот где-то за деревней, вот так вот живем. И когда я говорю, я в интернете читаю, вот смотрите, леса. И правда леса. Это был настоящий шок. Средь бела дня леса утащила курицу прямо у нас из-под ног. Светлана была побежала за лесой. Да куда же там? Разве ее догонишь? Так еще на одну курицу в Шахматово стало меньше. Но как оказалось, нашествие диких животных не единственная проблема в деревне. В водоснабжении. У нас башня никакая. То работает, то не работает. Мы то с водой сидим. Здесь после этого урагана. Мы сидели все без света вообще. Я в достатке живу, я могла себе позволить, я не рада. А вы представляете, вот люди сколько с морозилок, с холодильника всего выкинули. Семь суток не было света. Вот вы представляете, и башня у нас. То есть вода, то нет у нас. Мы не знаем, куда обращаться и вообще куда с этим ходить. Так а местные власти что говорят? У нас то перекидывают на колхоз, то перекидывают на сельский совет, то потом это на водоснабжение. Они сами не знают, куда нас кидать. Сельские истории. Если вам, дорогие наши радиослушатели, есть что рассказать, звоните по телефону 62 92 90. Обязательно пообщаемся. А ваши сельские истории станут частью истории нашего родного края и, конечно, нашей программы. А прямо сейчас по традиции звучит песня. Сегодня она для всех жителей деревни Шахматова Бижанецкого района. Обязательно будьте здоровы. А я прощаюсь. Через неделю расскажу очередную сельскую историю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всегда грущу, когда уеду куда-нибудь в далекий край. К тебе во сне иду по следу, Дождями след мой не смывай. А там вдали, в тумане синем, Дожди льняные в рассвете дня. А там вдали моя Россия, Моя Россия зовет меня. Летят, летят весною птицы, Они летят из дальних стран. Они хотят дождя напиться, Пересекая океан. А там вдали, в тумане синем, Дожди льняные в рассвете дня. А там вдали моя Россия, Моя Россия зовет меня. Пускай дожди пойдут густые, Пускай застынет лист на льду, Я слышу сердца позывные, И я иду к тебе, и иду. А там вдали, в тумане синем, Дожди льняные в рассвете дня. А там вдали моя Россия, Моя Россия зовет меня. А там вдали моя Россия, Моя Россия зовет меня. А там вдали моя Россия, Моя Россия зовет меня.